В России просто нет таких семей, мужчины которых не стояли бы за нашу родину с оружием в руках. Так уж исторически сложилось, что в каждом веке к нам приходили то с мечом, то с кривой саблей, то вообще приезжали на танки. Но каждый раз для них конец был один. В преддверии Дня защитника Отечества мы решили еще раз вспомнить славные страницы русской истории. В Ленинском районе это можно сделать в Музее внутренних дел Культурного центра главного управления МВД в Расторгуеве. Так, по крайней мере, нам обещал его сотрудник Александр Козлов. Застали мы его за роялем. Музыка – хобби для Александра Александровича. Призвание родину защищать. Этому делу он отдал больше 40 лет. Сейчас полковник на пенсии и занимается уже передачей исторического опыта и военных традиций младшим поколениям. Сейчас выставка, она подготовлена, видите, да? Снимки у нас, фотография по стенам. Снимки, посвященные началу Великой Отечественной войны. Ну вот, начало и окончание. Вся история самой страшной войны в восьми залах музея. От самого ее начала, когда советская армия была буквально прижата врагом к самой Москве, и обратный ее марш от стен Кремля к стенам Рейхстага. Путь этот был долгим, кровавым, но неудержимым. В пути этом были все. Даже те, кто в силу возраста или состояния здоровья признавались негодными, становились партизанами. Воевали всем, чем придется. Дубинками, вилами и так далее. Чтобы было под руку, они все использовали для того, чтобы освободить свою территорию, защитить своих людей, население свое. Марш этот закончился в Европе. А вражеские стяги все же оказались на Красной площади. Только вот уже не реяли на ветру. Дальше Нюрнбергский процесс и, как говорится, каждому по делам его. Красная армия к тому времени была уже лучшей и сильнейшей в мире. Тогда, в 1949 году, по итогам Второй мировой войны, был образован Варшавский блок, противовес военной машине НАТО. В наш Варшавский блок входили Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария и, кстати говоря, Германская демократическая республика. Здесь родился канцлер Германии Ангела Меркель, которая, кстати, была членом комсомола. В сегодняшних исторических реалиях Россия, по сути дела, оказалась один на один с блоком НАТО. Но, по словам нашего героя, мы все равно справимся. Россия, как Богом дана, и она всегда во все времена отстаивала, как говорится, свою территорию и так далее. Освобождала, спасала других народностей территорию, освобождала других народностей. В нашей истории случалось всякое. Знаем мы и взлеты, и падения. Но нападать на нас не стоит никогда. Мы всегда можем ответить любому агрессору. Мы всегда со всеми справлялись со всем. А сейчас все проблемы, конечно, справимся. Мы в любое время дня и ночи, в любое время года готовы подняться по тревоге. Ну и, как говорится, вступить в бой. Если надо, любого врага загрызем, голыми руками сломаем всех. С такими защитниками наша страна действительно может спать спокойно. Илья Кремнев, Владимир Андрианов, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.